Итальянская кухня Итальянская кухня Как сладких, так и не сладких Мы будем делать бриошь Бриошь это такое блюдо, которое в Милане готовят и едят на завтрак Традиционный миланский завтрак это капучино кон бриошь И мы приготовим бриошь, как мы будем их готовить Наше слоеное тесто уже готовое Кто хочет приготовить слоеное тесто сам, пожалуйста Конечно получится гораздо вкуснее У меня не так много времени, я не такой, как я уже сказала, хороший повар Я использую слоеное тесто готовое Разрезаем слоеное тесто на 16 долек Вот мы уже на 4 разделили Так Так Еще Вот так еще И вот так Окей Разделили слоеное тесто Круглый пласт слоеного теста На 16 Надеюсь, что на 16 Я сейчас не буду считать Но это не важно Если хотите, чтобы у вас бриошь получились по размеру больше Можете разделить на меньшее количество долек И использовать два Два пласта слоеного теста Вот Разрезав на 16 долек Начинаем делать наши бриошь Чем мы их фаршируем? Фаршировать можно всем чем угодно На ваш вкус Лично мои дети любят с нутеллой Которую вы можете купить где угодно Я так думаю Ее уже продают везде И в России И во всех других точках мира Вот Некоторые Мы будем фаршировать нутеллой Так Окей На завтрак Такие маленькие бриошь Замечательно С кофе Вам будет казаться, что вы в Италии Либо даже для гостей Для детских праздников Замечательно Я их делаю очень часто На дни рождения моих детей Так Чтобы вам показать Вот несколько мы С нутеллой Остальные мы сделаем С абрикосовым джемом Например Вы можете сделать Со всем чем угодно Главное, чтобы начинка не была слишком жидкой И дальше Мы вот таким вот образом Их заворачиваем Я немножко много положила начинки Вот надеюсь, что вам видно Заворачиваем Начинки нужно класть гораздо меньше Я немножко переборщила с начинкой Защипляем концы Вот Защипляем концы Немножко его загибаем В форме круассана Вот такой вот Вот у нас какой он Красивый получился Заворачиваем Защипляем конечки Так Окей И будем с вами делать Бриош Круассаны С соленой начинкой Так сказать Соленой Я даже не знаю, как сказать В Италии говорят соленой Вот Что мы будем класть В соленую начинку То, что у вас есть в холодильнике Я кладу нарезку Ветчины Кусочек И кусочек Видите, у меня даже уже открытый он Сыр Я, например, слоеное тесто Вот такое вот Круглое слоеное тесто Покупаю всегда Как я уже говорила Это моя палочка-выручалочка Во многих случаях Особенно, когда на нее скидки В супермаркетах Я ее покупаю И потом что-либо вот такое вот Быстрое Вкусное И как Надеюсь Посмотрим, что у нас получится Эффектное Стараюсь приготовить Вот у меня еще кусочек Моцареллы был Добавим кусочек Моцареллы Либо любой другой сыр Похожий по вкусу На моцареллу Мягкий сыр Я знаю Когда я была маленькая У нас был сыр сулугунья Можете добавить сыр сулугунью Вот так вот Вот мы их Защипляем концы И немножечко Немножечко Загибаем У нас так красивее получится Вот еще один такой Такой итальянская Бриошь В Милане Говорят не круассано Говорят бриошь Не называют Так Вот все у нас Мы уже закончили Теперь мы отправляем Духовку Наш бриошь готовый Мы можем их Отправлять В печь Возможно у вас получится Даже гораздо красивее У меня Потому что я немножко волновалась И не такие Так они у меня красиво получились Возможно у вас Я уверена У вас получится Гораздо красивее Укрываем духовку Отправляем их в печку 10-15 минут Вы увидите Когда они подрумянятся Значит они готовы У вас получится гораздо лучше Я немножко волновалась Как я уже несколько раз повторю Поэтому они у меня получились Не очень красивые У вас наверняка получится Еще красивее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!